Виктор Алдышев. Возвращение. Читает Вячеслав Синицын. Часть первая. Глава первая. Разведка боем. Над головой грохотали залпы крупнокалиберных орудий. При каждом затылок майора Дмитрия Бестужева обдавала горячей волной. Ученые работали прямо в яме. Приходилось придерживать мутанта руками, зажимы на операционном столе могли отказать в любой момент. Панель над батарейным отсеком проломилась при падении и острый край вышиб внутренности, так что функционировала только половина устройства. Но диагностическая панель работала. Дмитрий, упираясь локтем в огромную тварь, успевал смотреть на показания. Дисплея отображали данные с медицинских сенсоров. В стороны! Приказал майор, чтобы брызги крови не попали людям в лица, и парни в тот же момент отвернулись от стола. Бестужев выстрелил в упор в бок мегистатерия. Жуткий рев монстра не заглушило даже канонада. Он ослабил сопротивление, и майор вогнал, наконец, шприц с ядерной дозой анестетика в его шейную вену. «Так, мне нужен позвоночник с БПУ, кусок кожи и язык с железой. Все, что успеем!» Команда ученых облепила мутанта устройствами извлечения образцов. «Позвоночник без повреждений не достанем!» – успел сказать старший лейтенант Паша Третьяков, первый помощник главного ученого, прежде чем Дмитрий сам это понял. Не работали устройства пункции операционного стола. Штативы с электроскальпелями плотно сидели внутри гнезда. Над головами ученых небо рассекли огненные полосы со шлейфами дыма, полетели снаряды. Артиллерия вела огонь, сдерживая вторую волну мегов, пробивающихся от улья к позиции ученых. В яму спрыгнул командир группы десантников, капитан Костя Багиров. «Так, сухари, отходим!» «Пока не можем», – бросил Дмитрий. «Техники ушли?» «Да, только что. Пусть возвращаются». «А, черт!» Костя быстро связался со взводом огневой поддержки. «Вишня, дежурный техник остался?» «Да, у нас!» – прорвался сквозь грохот ответ. «Быстро к нам!» «Есть!» – спустя мгновение из наушника нанеслось. «Лейтенант, на точку Б-1, быстро! Приказ лейтенанта!» Это с позиции РСЗО «Град» к месту работы ученых побежал техник. «Вызвал!» – крикнул Костя Дмитрию. «Времени мало! Меги в пятистах метрах! Все, заканчивай!» «Но без образцов!» «Майор Бестужев, сейчас же!» Дмитрий отвлекся на секунду, чтобы убить взглядом любого, кто попытается оторвать его от работы. «Это бета-особь! Без образца не уйдем!» «Черт! Сухарь ученый!» Костя вставил новую обойму в автомат. «Ты как всегда, блин! Быстрее давай!» По опыту узнал, что с руководителем группы спорить бесполезно. «Если Бестужев сказал, что не уйдет, значит, можно только вынести. Но для этого придется вырубить. А это тоже нелегко». «Майор высокого роста, жилистый, выносливый и, ко всему прочему, спец в рукопашном бое. Последняя попытка убрать его с поля силой закончилась для Багирова ушибом челюсти. При том, что сам был такого же роста, как Бестужев, и шире его в плечах. И моложе. Пусть всего на три года, но все равно. Бестужев свои 35 его сделал. В яму спрыгнула молодая женщина крепкого телосложения в шлеме с автоматом и сумкой техники за спиной. Потратила секунду, чтобы вздохнуть воздуха после быстрого бега, и выдала. «Лейтенант Лазарева, по вашему приказанию!» «Анна, сможете запустить пункционный сектор?» Не отвлекаясь от работы, спросил Дмитрий. Он уже по локоть залез обеими руками в пасть мутанта, пытаясь достать до основания языка. А... Буква была протянута лейтенантом очень неуверенно. Костя взглянул на нее. У Лазаревой и без того была светлая кожа, а сейчас Анна побледнела до синюшного оттенка, глядя на мутанта, которого заживо разделывали четверо биологов. Явно испытала тошноту, потому что резко выдохнула, сглотнула, прошептала. «Боже мой!» «Попробуйте!» Дмитрий так и не повернулся. «Нам надо всего три минуты работы!» Лейтенант собралась, опустилась на четвереньки, проползла между ногами Бестужева и Третьякова к пробитому батарейному отсеку, провозилась там секунд десять, выползла обратно, раскрыла сумку, извлекла портативную заряжающую батарею. Наверх старалась не смотреть. Над головами уже совсем близко раздался рев. Десантники взвода Багирова, державшие оборону над воронкой взрыва, в которой работали ученые, спрыгнули в нее, прижимаясь косым стенкам. «Капитан, подошли на сто метров!» крикнул сержант Андрей Никитин, быстро меняя обойму. «Наверху оставаться нельзя!» Любая из этих тварей могла преодолеть два десятка метров одним прыжком, так что до ямы им всего три-четыре долчка от земли. «Мы уходить-то собираемся?» Роман Конев протер ладонью лицевую часть шлема. Пыль поднималась от разрыва снарядов и ложилась на толстый пластик плотным слоем, закрывая обзор. «Дим, заканчивай!» рявкнул Костя. «Еще минута!» «Черт, лейтенант Лазарева!» Командир охраны ученых собрался было наорать на нее за все еще неработающий стол, но, обернувшись, увидел, что штативы с инструментами поднялись из гнезда. Пошел ток на этот контур. «Аня, молодец!» высказался Костя по этому поводу и обернулся стрелять дальше. Десантники заняли позиции наверху воронки, откуда было видно ближайшие песчаные сопки. Там мелькали серебристые спины мутантов. Они передвигались вокруг занятого людьми провала в земле, ища подход. Дмитрий схватил голову мегистатерия и прижал его затылком к устройству. От звука мощного бура, пробившего череп, Лазарева сплюнула, пытаясь держать рвотный позыв. «Почти сделали, лейтенант!» произнес Дмитрий, бросив на нее быстрый взгляд. «Не смотрите сюда!» Сам как раз выдирал обеими руками позвоночник из тела мутанта, упираясь ногой в стол. «И не смотрю!» хрипло прошептала Анна. Она сидела внизу, охраняя драгоценную связку проводов, соединяющих батарею и стол. На поясе Кости ожила рация. «Багиров, твою мать! Ученые еще там! Уводи всех! Сейчас накроем!» «Запрашиваю вертолет!» крикнул Багиров в ответ. «Можем добраться только до точки эвакуации!» Бежать на своих двоих сейчас смысла не было. Метров сто максимум пройдут и меги их догонят. «Подтвердите отсутствие альфы на поле!» Это был уже голос пилота. Вертолет наблюдения кружил в семи километрах от места боя. «Подтверждаю! Альфы нет!» крикнул Костя. «Точка эвакуации А2!» раздалось немедленно. «Две минуты!» Капитан обернулся к Бестужеву. «Ты слышал? Две минуты!» Дмитрий опустил пункционное устройство, сдернул с него конец извлеченного позвоночника со светящимся БПУ, скатал его как ленту в рулон и сунул в контейнер. «Образец кожи!» крикнул он. «Есть!» отчитался Паша, закрывая герметичную упаковку с куском снятой шкуры. «Все! Отходим!» приказал Дмитрий. «Стол оставляем!» Лазарева выдохнула, сдернула провода, пихнула все в сумку. Бестужев бросил контейнер с позвоночником Паши. «Неси!» Сам быстро поднял Анну за плечо. «Вы в норме?» Он мгновение осматривал ее лицо под слоем пыли. Но всего мгновение. Больше тратить нельзя. «Да, да!» Лазарева сглотнула. Дмитрий навесил свою сумку на плечо, схватил лейтенанта под локоть и побежал вместе с ней к Косте. «Выводи нас!» Группа ученых под охраной десантников поднялась из воронки и буквально через пару секунд в их спины ударила взрывная волна. Снаряды накрыли оставленную позицию. Система залпового огня «Град» в 10 километрах от места боя были единственной причиной, по которой биологов и десантников пока не сожрали. Впереди них, поднимая клубы пыли, садился вертолет, а позади прыгали через ямы монстры трехметровой длины, высотой в холке под два метра. Лазарева оглянулась всего на мгновение. Майор Бестужев так и тащил ее за локоть, что было очень кстати сейчас. Сама она в полной амуниции и с ремонтной сумкой так быстро не бежала бы. Среди всей массы мегистатериев выделялись две или три бета-особи – хищники с телом почти 4 метра длиной и выше своих собратьев на голову. Серая кожа всех мутантов казалась гладкой, но при движении было заметно, как свет падает с пластины на пластину. Чешуя была гибкой и крепкой настолько, что пуля нового, разработанного специально под мегов АК-147, убивала монстров только в упор. Этой броней был покрыт даже череп, хотя прочность самого черепа с широко расставленными челюстными костями была сравнима с металлом. Двигали эту мощь два сердца размером со слоновые, что обеспечивало высокие скоростные и силовые качества мегистатериев, несмотря на их размеры. Десантники еще не загрузились, а над работающими лопастями вертолета уже пролетели снаряды. В спину людей ударила взрывная волна и всех швырнуло в салон, но Анну удержал Дмитрий. Оба упали на землю, потому что майор молниеносно прыгнулся, заодно свалив женщину. Сквозь мощный гул винтов прорвался злой голос пилота. «Вишня, мать вашу, охренели! Мы еще на месте!» «Лейтенант, уж простите!» Бестужев поднял Анну за шкирку, несмотря на приличный вес вместе с амуницией, и подбросил в салон. Запрыгнул сам. «Все на борту!» крикнул Багиров, захлопывая за ним дверь. Чувство резкого взлета пощекотало живот. Взрывные волны и грохот снаружи сотрясли вертолет. В поле их носили в буквальном смысле от плевка в лицо. Слюна и кровь мутанта содержала внеземные бактерии, контакт с ними был опасен, а некоторое время назад, до разработки специальных средств дезинфекции, смертелен. Но ученые надевали средства защиты не всегда, в них работать было неудобно. Поэтому носили с собой бактерицидные спреи. И сейчас распыляли их на лица и руки из баллончиков. Салон наполнил химический запах. «Понеслась!» усмехнулся Костя, снимая шлем. «Собираясь на природу, не забудьте спрей от мегов!» «Лейтенант!» Он взглянул на Лазареву. «Вы как?» Багиров всегда жалел лейтенанта. В том смысле, что Анне с ними приходилось тяжело. До сих пор сидела с белым лицом. Даже шлем пока не сняла. Приходила в себя. Видимо, тошнота еще не прошла. Так и было. Но, глядя на широкую улыбку капитана Багирова, Анна все-таки кивнула. «В норме!» На улыбку Кости не отреагировать было просто нельзя. Белые, крепкие, ровные зубы, зачувственными, в меру для мужчины губами, радовали глаз. Только взгляд у него был тяжелый, но Анна давно поняла, что это просто особенность строения лица и никак не отражает характер. Кожа у Багирова была светлая, как шевелюра, а сейчас загорела под степным солнцем так, что оттенила серо-голубые, глубоко посаженные глаза. Прямые брови располагались близко к ним, что и создавало впечатление тяжелого взгляда. Но на его общеположительный настрой это не влияло. Бестужев закончил санитарной обработкой, убрал спрей в карман, растер состав по лицу. «Посмотрели друг на друга!» – приказал он. «Царапины, ссадины, синяки!» Десантников не касалось, только ученых. Парни посмотрели на лица друг друга, чтобы убедиться в отсутствии повреждений кожи. Бактерии, попавшие в кровь, требовали инъекции антибиотика. «Лейтенант Лазарева!» Анна уже сняла шлем, пристегнула его к поясу и приглаживала рукой взъерошенные короткие светло-русые волосы. Расческу давно с собой не носила, все равно расчесывать нечего, да и, как правило, некогда. На обращение Дмитрия взглянула на него. «Проверьте меня!» – произнес тот. Бестужев при таких процедурах глаз не отводил, чем создавал неудобства. Но деваться было некуда, так что Анна внимательно осмотрела лицо майора от верх лба по линии роста черных с коричневым отливом волос до подбородка. Кожа была чистой, без повреждений. На черных ресницах и на веках еще оставался спрей, так что и без того выделяющиеся темно-карие глаза Дмитрия блестели. «Все хорошо, товарищ майор!» – кивнула Лазарева. Он еще секунду не отводил глаз, тоже осматривая ее лицо с крупными чертами. Этого, в принципе, не требовалось, ведь Анна носила на поле шлем, но Дмитрию нравились ее большие серо-голубые глаза и еще больше ее выразительные скулы. Сейчас можно было воспользоваться моментом, чтобы получить эстетическое удовольствие. Только не задерживаться с этим, иначе Лазарева заметит, что интерес не только практический. Бестужев отвернулся от женщины, обвел взглядом своих людей. «Все в порядке?» «Так точно!» – отчиталась его группа. «Отлично!» – сказал Дмитрий, расстегивая свою сумку. Он вытащил портативный сжигатель и протянул Анне. «Лейтенант, сможете починить?» «Сейчас?» «Да, прямо сейчас!» «Есть!» Пока Лазарева осматривала устройство, Бестужев продолжал раздавать в руки сидящих рядом разные вещи. Портативный выделитель ДНК, компьютерный планшет, какой-то контейнер. Он достался капитану Вагирову. Анна, разобравшись, что не работает автоподжиг в камере сгорания, быстро устранила неисправность и уже протянула было устройство старшему ученому, но тот отрицательно покачал головой. «Нет, держите напротив меня!» Оказывается, пока она была занята, майор превратил салон вертолета в лабораторию. Все, кто был рядом, держали для него что-нибудь. «Нет времени!» – усмехнулся Дмитрий, открывая контейнер, который стоял на коленях у Кости. «Отделенная железа будет вырабатывать мутаген недолго!» И Лазарева замерла, потому что увидела, что образец тела мутанта упакован в обычный контейнер с пластиковой крышкой. «А-а-а! Почему не в герметичном?» выдохнула она и едва не выронила сжигатель. Руки свело судорогой. «Это же...» «Герметичные закончились!» отмахнулся майор. «Так, до сих пор живая!» И точно, язык в контейнеры дергался, а из мягкой белой трубки, выходящей из него сбоку, на стенке брызгало прозрачной жидкостью. «Господи!» заглотнула Анна. Затошнило так стремительно, что пришлось запрокинуть голову и смотреть в потолок, чтобы не видеть этой картины. «Проблемы, лейтенант?» спросил Дмитрий. За этот вопрос Лазаревой захотелось сунуть руку старшего ученого в сжигатель. «Да!» резко выдала она, не опуская головы. Багиров усмехнулся, глядя на злое выражение лица лейтенанта Лазаревой, обращенное к потолку салона, и кивнул своим. «Пластыри из аптечек!» Парни зашевелились, передали ему пластыри. Костя быстро наклеил их на контейнер, чтобы не было видно, что творится внутри. «Все, лейтенант, можете опустить голову!» сказал он. Лазарева с облегчением выдохнула. «Спасибо, товарищ капитан. Это нарушение правил безопасности!» Последнее адресовывалось уже майору Бестужеву. «Это безопасно!» отметил Дмитрий. «Мне можете поверить. Без взаимодействия с кровью ничего не случится». Он вынул из нагрудного кармана вакуумную систему для забора крови, закатал рукав «Не бойтесь, я бы вами не рискнул!» «Не смешно, товарищ майор!» резко ответила Анна, но больше добавить ничего не успела, потому что Дмитрий воткнул иглу себе в вену. Одновременно достал пластиковую трубочку для взятия проб, сунул ее в контейнер, собрал со стенки прозрачную жидкость и ловко оторвал зубами пробирку с набранной кровью от своей руки. Потом вставил трубочку и пробирку в портативный выделитель ДНК, который ему подставил Паша. Подождал, пока кровь и мутаген сольются в устройство. Затем извлек трубочку и пробирку и бросил точно в сжигатель на коленях у Анны. Все за какие-то три секунды, четко. Лазарева следила за его действиями с возмущением и восхищением. Бестужев прирос глазами к окуляру выделителя ДНК, наблюдая инфицирование крови вживую. Картинка с внутренних камер устройства шла на планшет Паши. Тот тоже смотрел. «Вот, началось, видишь?» спросил Дмитрий. «Ага». Третьяков увеличил изображение цепочек ДНК на дисплее. «Данные пишешь?» «Конечно». Наблюдаем распад кодирующего фрагмента ДНК. Всего 13 секунд продержался. «Это потому, что у нас всего пробирка крови, а не живой организм», Бестужев не отрывался от наблюдения. «Нужно повторить инфицирование нервной и костной ткани, и на живом организме, конечно». Паша отрицательно покачал головой. «Только если на поле, живую железу не довезем». Язык в банке действительно сдох. Серебристая трубка, которую называли железой, была дополнительным органом при языке, и она лежала на дне, быстро уменьшаясь, будто засыхала. Мутаген в ней уже погиб. Также разложился образец внутри устройства извлечения ДНК. Это было мерой биологической защиты мегистатериев. Некоторые биоматериалы, отделенные от их тел, самоуничтожались буквально в течение получаса. Сохранить что-то для исследования было чрезвычайно сложно. Дольше сохранялись кости и кожа, но и они распадались в пыль часов через двенадцать. «А живой организм где возьмете?» скептически спросил Костя. Дмитрий оторвался от окуляра, взглянул на него, подняв широкие брови. Но это было скорее лицо, выражающее искушение взять в подопытные ближайшие живые организмы, нежели удивление вопросом. Капитана Багирова, например. Тот искренне засмеялся, но Анна с недоверием отнеслась к такому ответу майора. «Да черт его знает, это же Бестужев. Гений и человек-легенда. Если он захочет, командование отдаст ему на опыты Багирова, всех его десантников и всю базу в придачу. Захочет взвод девственниц будет и такой». «Не пугай лейтенанта!» Костя, просмеявшись, кимнул на нее. Анна не могла справиться с напряжением, так что сидела, хмуро глядя на майора. «Не бойтесь, лейтенант, я вас не обижу», усмехнулся Дмитрий. Анна взглянула на сжигатель на своих коленях, подавила в себе желание все-таки сунуть туда руку главного ученого и, наконец, усмехнулась. «Даже если захотите, вряд ли у вас получится, товарищ майор». По салону прокатились мешки. «Смелый лейтенант-техник». Дмитрий не обиделся на ответ, кивнул. «Я учту». Так, он быстро сменил тему разговора, передал устройство извлечения ДНК Паша. «Это на место язык и железу в раствор, может, что-то довезем». «Что, сейчас?» В надежде на отрицательный ответ спросил Третьяков. «Да, прямо сейчас». Недовольные вздохи прокатились по салону. «Товарищ майор, ну хоть по чаю». «В генлаборатории будьте по чаю». «Может, и по бутерброду, если успеем закрыть астоловой», усмехнулся Дмитрий. Анна откровенно сморщилась. «Самое время о еде поговорить, пока по уши в крови». Из кабины крикнули «Парни, база, прибыли!» Вертолет приземлился, характерно стукнулись о землю шасси. Капитан Багиров встал, ворчил контейнер Паше. «Держи ваше барахло, пойду просить дозаправку». Пилоты открыли дверь салона автоматически из кабины. На площадке встречающий персонал пригибался от потоков воздуха из-под работающих лопастей. «Костя», окрикнул Багирова Дмитрий, «своих ребят отпускай, охрана не требуется». «Аминь», отреагировал сержант Никитин. «Спасибо, товарищ майор». И сразу отправился к выходу, вызывая смех остальных десантников. «Все, Андрюх, пошел», сказал Гриша Гурьев, неторопливо поднимаясь с места. Гриша никогда не торопился. Самый здоровый во взводе парень лихо ускорялся только на поле. Там, где так вальяжно и метра не пройдешь. «Капитан», Роман Конев даже не встал. Никто не поверил, что на сегодня все. Всего один рейд сделали. К тому же их командир еще приказ не отдал. Но Багиров подтвердил. «Алмаз, свободен». Парни один за другим прошли по салону к двери, похлопали ученых по плечам. «Держитесь, пацаны, держитесь! Белохи РХБЗ нужны родине!» «Да пошли вы!» Отмахнулся Паша, уже запихивая контейнер железой в сумку. Надо было все нормально запаковать, чтобы по салону не валялось. Десантники покинули вертолет. Лейтенант Лазарева тоже пошла к выходу, держась за стенку. Ноги не держали. И от бега по пересеченной местности под огнем, и от разделанного заживого мегистатерия, и от бешеного языка в обычном контейнере. День лучше некуда. Черт, больше никогда, никогда не выходить с учеными. Психи. Костя пропустил ее, ободряющий хлопнул по плечу. «Вы молодец, лейтенант!» Та слабо отмахнулась, а Багиров заглянул в кабину. «Царь до заправку просит, и до штаба извоз!» «Чего у него там?» «Тест показал две полоски?» засмеялись пилоты. «Давайте быстрее!» крикнул Дмитрий. Лазарева спрыгнула с вертолета, обернулась забрать сумку, и майор Бестужев внезапно окликнул ее. «Лейтенант!» Лазарева остановилась. «Вернусь сегодня вечером, привезу настоящий кофе. Будете?» спросил Дмитрий. Анна еще секунду раздумывала, просто от неожиданности предложения. «Буду!» согласно сказала она, подумав, «Да кто ж откажется?» Дмитрий улыбнулся. «Хорошо, до вечера нют!» Теперь Анна удивленно приподняла изогнутые брови. «Нют?» «Да!» кивнул Дмитрий. «Уменьшительно ласкательный вариант. Вам идет!»